Это означает, насколько вам повезло, что вы реализованные души. Так что наше дерево Бадниян – это коллективность. Мы должны сделать себя более тонкими существами для того, чтобы быть едиными с коллективом. И это очень приносящее наслаждение, очень прекрасное. Те, кто не могут сделать этого, не могут прогрессировать в сахаджиоге. Они создают проблемы, они очень проблемные, и всех беспокоят. Их внимание очень плохое, и никто не знает, каковы они на самом деле. Послание Будды, безусловно, в том, чтобы не развивать эго. Но как вы добьетесь этого? Прежде всего, во всем, что бы вы ни делали, вы должны сказать «Я не делаю этого». Это мать, кто делает это. Или Бог, кто делает это. Я ничего не делаю. Но если вы чувствуете, что вы делаете что-то для сахаджиоги, то лучше вам не делать этого. Вы просто должны сказать «Нет, это пришло на моем пути, я ничего не делал, я просто был там». Тогда вы многого достигли. И вторая вещь – это желание. Даже желание всего чего угодно, даже мелочей или величайших вещей, или даже любовь к вашим детям, любовь к вашей жене. И вторая вещь – это мое, моя. Если не удовлетворены все эти желания, вы чувствуете себя расстроенными, тогда вы должны знать, что что-то не в порядке с вами. Но если вы понимаете чувство коллективности, тогда вы можете восходить очень быстро. Я сказал бы, что индийцы крайне религиозные, дисциплинированные люди в некотором смысле. Но им не достает коллективность. Если они смогут подняться до коллективности, они взлетят. Единственная нация, которая нашла очень хорошие – это русские. Благодаря коммунизму они коллективны и без желаний. Потому что все их желания были исполнены коммунистическими идеями, у них не оставалось никакого выбора. И также они были коллективными. В некотором смысле коммунизм подходит народу, не правительству. В то время как, наоборот, демократия подходит правительству для того, чтобы делать деньги, но народ страдает. Так что мы – люди, кто не был способен оценить коллективность. Я бы сказала, что коллективность быстрее развивается на Западе, без сомнения, много быстрее. Но отсутствие желания, состояние без желаний, гораздо меньше. Это как у кого-то есть зубы, а у кого-то еда, в некотором смысле. Если мы можем видеть себя такими, как мы есть, и стараемся понять, извиняем от того, имеем ли мы какую-либо проблему. Если вы каким-то образом нейтрализуете эту одностороннюю проблему, то вы сможете быть там, потому что, если вы решили одну проблему, вы можете перейти к другой. Но просто находитесь в центре и смотрите сами. У нас есть ужасная вещь – чувство вины. Вот в таких размерах. В Льна Будды этой проблемы ни у кого не было, я думаю. Я думаю, это современная техника – чувствовать вину. В этом некоторый вид модернизма, я не знаю, как это появилось в этом мире. И это модернизм ужасного чувства, всеобщей вины. Это на самом деле выпало на мою участь очищать это. Я никогда не слышал об этом во времена Будды. Иначе он очистил бы путь для меня, но он этого не сделал. Он оставил это мне – очистить ваши левые вишудья. Также мое вишудья все время делает мне здесь больно. Так что эти ужасные вещи, особенно в Западе, у индийцев нет чувства вины, ничего подобного. Но это необходимо победить. Как вы знаете, Будда и Махавира оба поддерживают центр агии. Если вы должны иметь очень четко сформированную агию чакру, тогда, с одной стороны, вы должны быть без желаний. Вы должны простить Кшам. Кшам – это биджа мантра. Простите. Биджа мантра правой стороны. Кшам. Я прощаю. И на левой стороне – Хам. Как левосторонний человек все время чувствует – о, я плохой. Здесь нужно сказать – нет, я хороший. Хам. Я есть. Итак, Хам и Кшам – это две биджа мантры, которые мы должны произнести. Конечно, если вы скажете их, они будут действовать, потому что, в конце концов, сейчас ваши праны стали прановас. Ваше дыхание стало просветленным. Довольно слабеньким, но это не имеет значения. Ваши мантры могут действовать. Вы должны использовать эти две биджа мантры для того, чтобы очистить ваши агии. Но у Махавиры было решение для этого. Если после самореализации вы получите блокировку вашей агии, у вас будет ужасный головной обои. Это стиль Махавиры. Вы делаете что-либо неверное – вы получаете наказание. Вы потакаете чему-либо. Вас наказывают. Вы идете против Сахаджиоги. Вас наказывают. А я делаю это – Махавира. Кто очень тонко работает. Если вы попытаетесь быть сверххитрым, то вы будете перехитрены. Так что эти две силы работают справа налево и слева направо. Если вы перегружаете правую, то левой больно вас бьет. Если вы перегружаете левую, то правая вас больно бьет. Это на самом деле как двойная атака. Атака с двух сторон. Один говорит – не имеешь желания. Хорошо, у вас есть желание. Наказан. Как некоторые люди говорят – я должен иметь детей, я должен иметь детей. Вы даете им ребенка, они говорят – мать, почему вы дали мне этого ужасного ребенка? Это такой ужасный ребенок. Затем кто-нибудь скажет – мать, дайте мне жену, скажем, из Махараштры. На днях был подобный случай. Он очень беспокоился – мать, дайте мне жену из Махараштры. И в действительности получил особый тихо. Для того, чтобы наказать, он сказал – не надо больше из Махараштры. Она была на самом деле и никогда не слышала подобной женщине в Махараштры. Ужасная. Потому что он наставил на этом, то он и получил. Он сказал – не надо больше из Махараштры. Я сказала – все они превосходны, но этот исключительный случай пришел только для того, чтобы наказать тебя. Так что, имея любое желание, если вы переходите определенные пределы, вы наказываетесь – это делается Махараштры. Не сильно или сильно. Как был один молодой мальчик, который приехал в Лондон, очень самоуверенный. И он хотел купить что-то для себя. Я привела его в обыкновенный магазин. И там было очень хорошее пальто, настоящая шерсть и все такое. Но он не стал покупать, я хочу пойти в большой магазин. Я сказал – хорошо. Я сказал – но я не пойду. Я послал его отца. И он вернулся с искусственным пальто из этого большого магазина, не зная, что оно искусственное. Он не захотел купить в обыкновенном магазине так, что в этом большом магазине. Он заплатил большую цену, и они это получили. Каждую минуту Сахаджи Йоги должны знать, что тут рядом сидит Махавира. И также здесь Будда, кто дает вам сигнал, не делай этого, не желай так сильно. Он устанавливает ограничения для тебя, но если ты не слушаешь хорошо, Махавира здесь для того, чтобы скорректировать тебя. На определенный момент он допускает. Затем у вас головная боль. Вы спрашиваете – мать, почему у меня болит голова? Вы просили этого? Это такая автоматическая машина, и поэтому мы должны быть очень начеку, так как мы Сахаджи Йоги. Так что сегодняшнее понимание в том, что мы все должны стать коллективными изнутри. Вы не должны быть недовольными, вы не должны ворчать ни по какому поводу и наслаждаться коллективностью. Но вторая сторона коллективности такова, что не пытайтесь эксплуатировать коллективность, иначе попадете в беду. Я вижу, что некоторые люди не знают, как пользоваться своими ванными комнатами. Когда вы коллективны, вы должны уважать коллективность других. Другой человек ни в коем случае не должен страдать из-за вашего присутствия или не должен чувствовать себя оскорбленным или неудобным. Так что, если вы в коллективе, это должно быть так, что другой человек должен наслаждаться вашей компанией, наслаждаться вашим присутствием. Так это место, где не существует никаких проблем. Но если вы заявляете и требуете чего-либо, если вы высокого мнения о себе, тогда вы ни в коем случае не коллективны, и вы будете страдать за это. Автоматически вы будете страдать. Если это осознанно и верно понимается, то проблема вашей агии решена. Возьмем гнев. Люди всегда очень гордятся и очень золны на него, хвастаются. Но просто превратите этот гнев в прощение. И вы увидите, что вместо того, чтобы у вас была проблема, у этого человека будет проблема. Гнев будет расстраивать вас, но прощение расстроит его автоматически. Величайшее оружие, которое вы получили, это прощать. И это полностью показывает характер Будды. И это даст вам самоуважение. И вас ничего не может побеспокоить. Как корабль должен быть годен для плавания. Если вы спустите корабль на воду, и он развалится, то что за польза делает корабль? Что за польза от сахаджиуя, который всегда в тревоге? Вы должны быть годны к плаванию. И если вы годны, ничего не должно беспокоить вас. Хорошо, слон идет, а собака лает. Хорошо, пусть они лают, не имеет значения. Слон посмотрит в эту сторону, вот так. Иногда возьмет немного воды и благословит их этой водой. Хорошо, успокаивает их, так что ваша голова остынет. Это даст вам самоуважение. И вы будете знать, как вы вы есть, гораздо выше, чем другие. И именно так вы избавляетесь от вашего эго, что очень-очень большая проблема, согласно вам, люди. Мать, как избавиться от эго? Эго, можно сказать, уходи, эго. Когда это ячество уходит, восходит я. Из-за чего чувствовать себя обиженным? Из-за чего чувствовать себя плохо? Из-за чего делать больно другим? О, вас обманули. Хорошо, по крайней мере, вы никого не обманули. Будьте счастливы от этого. Но как только вы без эго, это означает, что вы отдали себя на милость. Никто не может обмануть вас. Можете ли вы понять это? Никто не может обмануть вас. Потому что есть высшая сила, присматривающая за вами. Это то, как мы должны понимать Будду. И мы должны знать наши качества Будды. Таким путем ваше эго может быть растворено. Когда вы говорите, мать, мы отдаемся на милость вам. Это означает, что вы даете выходной этому ужасному эго. Вот как это эго исчезает. Вот как это эго исчезает. Я думаю, что сейчас агия открылась у большинства из вас некоторым образом. Затем вы будете смеяться над всем. Будете смеяться над собой и просто наслаждаться всем. И я не вам скажу. Да долго стоить. Вас Бог.